Комсомолка в Федрезерве. Байден выдвинул на должность главы банковского регулятора США выпускницу МГУ Сауле Амарову. Республиканцы ставят ей вину советское происхождение и членство в ЛКСМ. Кандидатура, предложенная президентом Джо Байденом на должность главы управления контролера денежного обращения, вызвала яростное сопротивление части республиканцев. Уроженку Казахстана Сауле Амарову даже обвинили в том, что в молодости она состояла в ЛКСМ. Сауле Амарова родилась в 1966 году в городе Уральске на западе Казахстана. Закончив школу золотой медалью, она поступила в МГУ, где получила ленинскую стипендию. В 1991 году по программе студенческого обмена она приехала в США и после распада СССР там осталась. Получив степени доктора экономики, а затем доктора юриспруденции, она стала приглашенным профессором права в юридической школе Университета Северной Каролины, а затем с 2014 года профессором в юридической школе Корнуэльского университета. Сауле Амарова известна рядом предложения радикальных реформ финансовой системы, в частности, которые позволили бы Федрезерву предоставлять банковские счета мелким клиентам с использованием собственной цифровой валюты. И созданию нового органа по инвестициям в инфраструктуру, который бы объединил частные и государственные деньги для финансирования проектов, которые сами компании могут посчитать невыгодными. Кроме этого, она неоднократно осуждала то, как банки и их руководство обогащаются, когда в экономике дела идут хорошо, а когда начинается кризис, обращаются к обществу за спасением. Кандидатура Амаровой столкнулась с жесткой оппозицией со стороны лоббистов банков, промышленных групп и законодателей республиканцев. Одной из претензий к ней стало место ее рождения и полученное в Москве образование. Особо настойчиво Амаровой задавал вопросы сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди. Были ли вы членом группы под названием «Молодые коммунисты»? Она также известна как «Ленинский комсомол». Сенатор, я родилась и выросла в Советском Союзе. В той стране все были членами комсомола, коммунистической и молодежной организации, которая была частью обычного школьного процесса. Вы вышли из молодых коммунистов? С возрастом из него выходишь автоматически. Вы отправили письмо о выходе из этой организации? Сенатор, это было много-много лет назад. Насколько я помню, в Советском Союзе было так. В определенном возрасте ты автоматически перестаешь быть членом. Не могли бы вы посмотреть свои записи и найти копию? Сауля Амарову обвиняют, в частности, во фразе, которую она произнесла в одном из интервью, упомянув угольную, нефтяную, газовую промышленность и сказав, что многие мелкие игроки в ней, вероятно, обанкротятся в ближайшее время. Добавив, по крайней мере, мы хотим, чтобы они обанкротились, если мы хотим решить проблему изменения климата. Но основные опасения многих американцев связаны именно с ее отношением к банковской системе, считает директор департамента финансово-экономической экспертизы totrade.ru Дмитрий Пушкарев. Амарову предлагают национализировать банковскую систему США, по сути, сделать ее государственной. И, естественно, это не только лоббист. В целом, республиканская партия и против этого, потому что доллар своей надежностью обязан именно ФРС. ФРС — это частная структура. И больше того, если бы это было каким-то эпизодическим явлением, но Амарову предлагает ведь и государственное регулирование цен, в том числе на энергоресурсы, на ряд продовольственных товаров. А это тоже все попахивает коммунизмом немножко, да, ну, по крайней мере, социализмом. Естественно, тут два факта связать несложно. Ее предложение, ее менталитет и ее прошлое. Поэтому и лоббисты, и в целом республиканцы, они, естественно, связывают эти два факта и задают ей уточняющие вопросы. Это очень многих напрягает и всерьез. Тем более, что Байден отличается своими социалистическими взглядами, своими высказываниями. Если Амарову все-таки назначат на этот высокий пост, то многие финансово-хозяйственные связи могут пострадать в США. Дмитрий Пушкарев, директор департамента финансово-экономической экспертизы totrade.ru. Сауля Амарова на обвинение в коммунистическом прошлом заявила, что, поступив в МГУ, она очень быстро приобрела антисоветские взгляды. Перед слушаниями в Сенате по поводу возможного назначения Амаровой на высокий финансовый пост, телеканал Fox News выпустил сюжет, основанный на публикации таблоида Daily Mail, в котором говорилось, что в 1995 году она якобы была арестована за кражу четырех пар обуви, двух флаконов одекаона, двух ремней и носков на сумму 214 долларов из магазина TJ Maxx. В связи с этим пришлось высказываться представителю Белого дома, который раскритиковал эти обвинения, и некую стоящую за ними ультраправую политическую группу.